Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Решения о создании общей оборонной инфраструктуры должны координировать военные специалисты стран Балтии, Финляндии и Польши, поскольку Латвия входит в общую систему оборонного планирования НАТО. Как заявил президент Эдгар Инкевич, если мы хотим иметь эффективный оборонный механизм, государства должны сотрудничать. Ответственность за регулярное опоздание новых электропоездов должно нести в основном предприятие пассажир Вилтенс, а не министр сообщения Каспар Бришкинс, считают представители правящей коалиции. Ирегулярные задержки пассажирских поездов не являются поводом для оценки соответствия министра занимаемой должности. Министр сообщения Каспар Бришкинс начнет дисциплинарное дело против одного из сотрудников министерства. Будет расследоваться возможное неисполнение и превышение должностных полномочий, повлекшее значительный материальный ущерб или ущерб интересам государства. Из-за защиты личных данных имя чиновника не называется. Смена политического руководства в министерстве сообщения, произошедшая в сентябре прошлого года, может поставить под угрозу реализацию четвертой очереди проекта «Южного моста» в Риге. Как заявил мэр Риги Вилнейс Кирсис, с экс-министром Янисом Виттенбергсом была договоренность о выделении 80 миллионов евро из средств в ЕС. Но пришедший на смену Каспар Бришкинс имеет иное мнение о проекте «Южного моста» и есть вероятность, что он не будет реализован. Компания AirBaltic по-прежнему вынуждена арендовать самолеты у других авиакомпаний, поскольку он получил меньше двигателей, чем было обещано, заявил исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаус. В прошлом году общее число самолетов, взятых в аренду у других компаний, составило 14. Сейчас действует договор только на два самолета других авиакомпаний. Рига Сатексма получила все 35 заказанных электробусов Солярис, однако они им были доставлены с задержками. Из 35 электробусов к концу года в эксплуатацию были введены 23. Треть еще не используется для перевозки пассажиров. За невыполнение условий договора производитель уже получил штрафы на несколько сотен тысяч евро, что уменьшает общую сумму договора и софинансирование ЕС. А приемка автобусов – постепенный процесс, потому общая сумма штрафов еще может увеличиться. В настроении латвийских предпринимателей снова преобладает пессимизм. Свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, Латвийской торгово-промышленной палаты и компания СКДС. Индекс настроения предпринимателей в последнем квартале прошлого года составил 47,7 пунктов. 45% респондентов считают, что доступ к финансированию за последние 3-5 лет ухудшился. В настоящее время в Латвии работают почти 9 тысяч украинских граждан. Хотя занятость беженцев в прошлом году увеличилась, она по-прежнему составляет менее половины от общего числа украинцев трудоспособного возраста в Латвии. Украинцы активны на рынке труда, но основными препятствиями являются «Здание латышского языка, возможности переподготовки, а также предложение работы без трудового договора». В выходные дни температура воздуха в Латвии немного понизится. Начиная с пятницы осадков станет меньше. Местами выглядит солнцем. Ночная температура понизится до 0-5 градусов, а днем будет составлять от минус 3 до плюс 2 градусов. На следующей неделе температура воздуха составит около 0 градусов. Временами ожидаются снег и дождь. Латвия Зинес – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.